Прежде всего, я хотела бы предложить свои безграничные количества додавать пранамы, лотосные стопы моего духовного учителя Ом Вишнупада Прагмахамса, предвещения Качарья Варья, что-то хорошо пишите, что мы обладали на районах своему хараджу, всей нашей гуру в арге, собравшимся от Ридан Диган, всем Саньяси, и также Вишнамам и Вишнамам и всем гостям, которые собрались для того, чтобы участвовать в празднике Ирахама Ходцева, Ширупа Госвами. А вот те благоприятные титхи Ирахама Ходцева, Ширупа Госвами, слава Ширупа Госвами, мы не в состоянии прославить истинным образом. У нас нет достаточно подходящих качеств, чтобы во всем разнообразии его достоинств прославить, его таким образом, как оно есть, потому что его слава безгранична и бесконечна. Здесь только для собственного очищения я хотела бы немного сказать в этот особый день прославления Ширупа Госвами. В этой шлоке Ширупа Госвами был в состоянии реализовать сокровенное настроение в сердце Шире, в читании Махапрабху и установить его сокровенное настроение через Духовное Писание. Когда Кришна инкарнировал в этом материальном мире, Расика Шихар Кришна Парамакаруна, вот в этой шлоке, поэтому, если сравнить, потому что Шире Пришна является океаном расы и также Парамакаруна из-за того, что он очень милостлив. И по этим двум причинам Шри Кришна хотел реализовать внутреннее сокровенное настроение любви Шри Матери Харани. А вторичная причина для того, чтобы освободить Паши души этого материального мира. И для того, чтобы даровать Рага, Марга, Бхакти, Кришну Пряму. И по этой причине Шри Читания Мухапрабус не зашел в материальный мир. Шри Кришна по этим, из-за того, что Он является Парамакаруном, океаном милости. И для того, чтобы реализовать внутреннее настроение сердца Шри Матери Харани, Йо Мадонаки Махапхава, начиная с Нихаман, Праная Рак, Анурак, Махапхав, Рут Ади Рут, и Мадан, Мухапхава, и затем Мадонаки Махапхава. То есть эти состояния прямые, они все сгущаются, сгущаются и достигают самой высочайшей стадии Мадонаки Махапхава. Шри Кришна, Он хотел реализовать это особое настроение сердца Шри Матери Харани. В этой шлоке объясняются главные и второстепенные. То есть Сварупа Лакшина, Мататасха Лакшина, в чем причина снисхождения читания Махапхава? Кришна, первое, Он хотел прославить Матери Харани, Махима, Ее высочайшую премию, которая является обителю Божественных Краджи. Она ради того, чтобы достать счастье Кришне, постоянно пометует о Нем. И вся Ее жизнь является целью служения Кришне, чтобы достать Ему счастье. Она видит Его повсюду. Куда бы Она ни посмотрела, Она повсюду видит Кришну. И Вы знаете, что Кришна является всепривлекающим, который привлекает все сущие. Но кто, но этот Сам, всепривлекающий Кришна, он привлекается премой, которая живет в сердца, в Матери Харани, и становится Ее пленником. Он подумал, я являюсь олицетворением сладости, красоты, но я не могу почувствовать именно то, что чувствующее Матери Харани, когда она встречается со мной. Как обычно, сладость сама по себе, она не может почувствовать этот вкус нектарный. И почему же Матери Харани, находясь в встрече, при встрече, она думает о разлуке, и, более того, она теряет сознание, сидя на коленях у Кришны. А когда она разучена с Кришной, в этот момент она встречается с Ним. И очень счастлива. Она обнимает это малого Егерю, принимая Его за Кришну. И в этот момент эта встреча, особенно встреча происходит в Ее сердце. Кришна у Ней мог понять настроение сердца, чем Матери Харани. Кришна является Парампурна, Брама, Брама. А более заключенной формой Кришны является Читания Махаправо, который... Читания Махаправо, Синдзор Матери Харани, чтобы проповедовать высочайшую расу. У нас тоже жевала раса, которая является самой величайшей, самой сияющей любовью, которая живет в сердце Шима-Тер-Харани. И никто не может, не может, никто испытывать такую любовь, как испытывает Любовь Шима-Тер-Харани. В этом слава Шима-Тер-Харани. И Читания Махаправо пришел проповедовать славу Шима-Тер-Харани. Ни одна инкарнация Кришны, она не в состоянии было этого сделать. Это особое великодушное снисхождение. Читания Махаправо, самого Кришны, который поняли настроение, и золотой свечей Матери Харани пришел в материальный мир для того, чтобы расстать Кришну прямо. Самым желанием его сердца было самому попробовать, вкусить сладость на настроение сердца Шима-Тер-Харани и также раздать премию этому миру. Поэтому Читания Махаправо является тем, той удивительной Абатарой, сам Кришна Своям-Багаван, который пришел, чтобы проповедовать славу, чистой любви в служении Господу. Его желанием было... Ширик Вишна пришел в материальный мир. 5000 назад, прокат Вриндавана, этого материального мира. И это особое божественное настроение вража. Кто бы мог их выразить, если бы Читания Махаправо не пришел в этот мир. Особенности настроения вража Гопи, которые служат Кришне. Кто бы смог реализовать эту духовную жажду, лобху в служении Рахи Кришне и через Гранхи, который написал Ширупа Госвами, у нас есть теперь возможность иметь Абхидею, этот путь, преданность, по которому мы можем идти, следуя наставлениям Ширупа Госвами. Для того, чтобы достичь конец цели нашей жизни. Если бы Ширупа Госвами не пришел в этот материальный мир, это было бы возможно для нас сейчас обсуждать, делиться очень сокровенными знаниями, связанными с божественными лилами Рахи и Кришне. Если бы Ширупа Госвами не пришел в материальный мир, и все, что происходит в нашей жизни, это лишь безграничная, безпричинная милость Ширупа Госвами. Вы знаете, когда... Если бы, например, в лесу очень много всевозможных фруктов и сладчайших плодов, но если бы мы не попробуем, как мы можем понять их сладость? Точно так же и Ширупа Госвами, которые являются тем, кто смог реализовать Манабхиштам сокровенное настроение, селсище читание Махапрабу и проявить эти сокровенные знания в этом мире. И далее по нашей гуру Парамбаре, до Шилы Прабхупады, Шилабактивенотна Кура, Шилы Прабхупады, и эти знания по нашей гуру Варге, они пришли к нам. Эти знания, которые недостижимы. То, что Ширупа Госвами из океана, божественные знания в легкодоступной форме, он собрал суть того, что хотел выразить, что читание Махапрабу, и то, что читание Махапрабу пришел даровать. И даровал нам, Ширупа Госвами, в очень-очень простой форме, в своих грантах, таких как Бактер Самрита Син, Худжевалани Ламани и другие. А в особенности это настроение Радхадасиам. Эти знания, которые никто не дало прежде с исхождения читания Махапрабу. И то, что Ширупа Госвами описал и даровал в этом особом настроении, которое в своей прогрессии называется Баб Тераса. Кто является нашей свамини, кто является нашей хозяйкой, Шимаши Ахарани, которая является жизнью и душой ее Палеодаси, которая служит ей. И это особое настроение служащей Матери Ахарани, это Баб Тишриям, красота любящей Матери Ахарани, которая была неизвестна до снисхождения читания Махапрабу. Читание Махапрабу принес эти сокровенные знания и вложил из сердца Ширупа Госвами. И Рупа Госвами был в состоянии описать все эти удивительные, удивительные служения. И также процесс Рагануга Бахти, этой спонтанной, безусловной, ничем не матерированной, полной преданности служения Ракхи и Кришни в настроении Палеодаси. И в этом особая заслуга Ширупа Госвами. И что я молю, что когда-то в какой-то день я, продолжая проходить совление Ширупа Госвами, смог хотя бы реализовать маленькую частичку вот этой преминичной милости. Я объяснила очень хорошим образом, прославил Ширупа Госвами о том, что Ширупа Госвами описывает Рага Марка, этот путь Рагануга Бахти, начиная от Ширатхи, далее, 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 достигая Ниждхи, затем Ручья, Сакти, Пхава, према, все эти стадии Бахти, которые описал Ширупа Госвами. И этому нет ничего, что могло бы сравниться. Таким образом, он выделил все эти особые стадии Бахти, которые ведут нас к высочайшему успеху духовной жизни. Можем. а а а а а а а ван и а 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 и а Продолжение следует... 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 И тогда точно так же, как Широпа Госвами, он пришел для того, чтобы даровать особое настроение сердца, все считания Махапрабху. И эти знания, они через нашу группу Арамфару проявились также в нашем духовном учителе. И когда-то, в какой-то день, вы сможете реализовать то сокровенное божественное знание, которое принесет читание Махапрабху. И практикуя его, совершая постоянное воспевание Святого Имени, с большой уверенностью можно сказать, что вы достигнете успеха. Ваш ум сосредоточится и станет очень искусным. Он обретет трансцендентный вкус, и он будет сам постоянно тонуть в океане с радостью, цветов, имен. Кто такой Широпа Госвами, кто является вечным и скудным к мечтаниям Махапрабху, мы сможем обрести эти откровенные знания и прикоснуться к трансцендентной славе этих величайших личностей. Я молю свою славу. Со славой нашей группы Арамфары. Вы должны приветствовать всех, кто участвует в этом фестивале Нектарных рековхе, поблагодарить их. А сейчас я хотел бы пригласить... К сожалению, я не уловила имя этого Бабаджи Махараджа. Продолжение следует... 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 САРВАВАТА МАСМАТЬЯ ГРУПАД МАТВАНИТТО ЛИЛА ПРОСТВА ВИШТА ПАД СИРИСТИМАР БАКТИ ВИЛАСЬ КИРТТО КАСМЕ ЧАРАНЕТИ МЕРА АНДНТПИ САСТАНГА ДАНДПИТИ ТАКПОР СВАПАР СОТ ПРОХУПАД МЕРА АНДНТПИ САСТАНГА ДАНДПИТИ ТАКПОР Продолжение следует... Продолжение следует... Но он не сказал мне, что я также буду участвовать в харикатхе. Продолжение следует... 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 Бесконечное количество джив, которые населяет материальный мир. И из этого бесконечного количества джив, может быть, всего лишь несколько, настолько удачливые, которые смогли обрести семя Бхакти в сердце по милости Шри Гуру. И тогда, когда это семя начинает прорастать, ему необходима вода, оживительная вода, в форме киртана, киртана Харикатхи, который является той водотворной почвой, когда это семя начинает прорастать, из него росток появляется, затем росток начинает расти, и постепенно Лиана преданности Бхакти, она начинает достигать определенной высоты и в конце концов достигает Галопьевриндавана. Но откуда, каким образом эта Лиана преданности растет, она пересекает Верадж, а затем, который находится позади Браманды, как Шикришна, который является Калпаврикши, деревом, который исполняет все желания, по его милости, Шичитане Махапрабус не зашел в материальный мир в форме Джагат Гуру, чтобы пробедовать Харина, святое имя, которое является единственным лекарством в Калли-йоге. Наша семья, жена, муж, дети, родственники, мать, отец в материальном мире, это является очень большой привязанностью в материальном мире. Упады Шамриты первой шлоги, Широпа Гасвами объясняет, что такое Вача-Вега, Манаса, Кротка-Вега, Побоже. Каким образом тот, кто может победить шесть побуждений ума, языка и тела, он может проповедовать во всем мире. И тогда сам Господь, Он снизойдет и будет помогать такой великой личности проповедовать это в мире. Чтобы мы могли в состоянии, мы молим из глубины своего сердца, чтобы Широпа Гасвами даровал нам лобку, духовную жажду, достичь Кришна Примы. Сегодня, в нынешние дни, мы можем видеть. На самом деле, когда тот, кто приходит в Матху и Вачнавы, который уже старше Вачнавы, каким образом мы должны отдавать уважение и почтение положению Вачнавы, Широпа Гасвами, он даровал наставления в Ухода Шамрите, которые очень важны для садоков, которые стали на путь в духовной практике. И эти правила прописания, которые даются в наставлениях Широпа Гасвами, мы должны не упоснить и наследовать. И также постепенно-постепенно обретая квалификацию, для того, чтобы еще ближе приблизиться к этим сокровенным тайнам, которые принес Широпа Гасвами и объяснил их высочайших грантов. К сожалению, пока еще мы привязаны к материальному, и нам очень трудно отказаться от материального. Но тот удачлив, кто в действительности принимает приют в Ухода Широпа Гасвами, и следуя его наставлениям, у нас появляется шанс. Сколько жизней мы уже находимся в этой самсаре. И вот в этой жизни, как по великой удаче, из-за того, что достаточно в акте Сокрите, для того, чтобы прийти в линию Широпа Гасвами, и следуя Абхидеи, пути преданности, который описал Широпа Гасвами, он показывает нам эту тропинку, по которой мы можем выбраться из этого океана материального страдания и, в конце концов, обрести свой вечный дом. Когда Акрура взял Кришну и Баладева из Враджа, и они поехали в Матхуру, Враджа Гопи испытывали невыносимую разлуку. Они тонули в океане в невыносимой разлуке. Точно так же это настроение разлуки, которое всегда находилось в Сокрите Широпа Гасвами, который испытывал океан разлуки, отчитание Махатрабу. И точно так же, как в Шима-Сердаране, она постоянно тонет в океане прямо, и она постоянно думает о том, как достать счастье Кришну. И для того, чтобы достичь этого сияния Божественной любящей Матхуру Тхарани, которое является у Нанта Уджвала, раса Сва. Сва означает ее собственное настроение. А Бхакти Шриям здесь означает красота любящей Матхуру Тхарани. Это полиадаси. Настроение служанок Шри Матхуру Тхарани. Это наша единственная цель, которую принес считание Махатрабу и выразил Широпа Гасвами через свои духовные шастры. Поэтому мы молимся в эти особые титки для того, чтобы в какой-то день мы смогли по-настоящему реализовать то, что принес Широпа Гасвами в этот день. Я хотела попросить Куджи Патриши, Дарама Хараджа, далее продолжить, предложить лепестки роз, Куда Систаком Ширупа Гасвами. Куджи Патри Шри Матхуру Тхарани. Продолжение следует... Продолжение следует... Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Atvaita Gadad Hare Shrivasadhi, Dauru Bhaktavrinda, Shri Krishna Hare Krishna, Krishna Kri, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, 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 Hare 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 Hare, Hare 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 Hare, Hare 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 Володя Сынстапа, моего духовного учителя Шишимад Бхатти Ширух, Ситханти Касвами Махараджа. Мои бесконечные количества дандават прананов. И также моему шикшу Акуру Падападми, он вишнапада Прамахамса, Приджика Чариварья. Аштатарашата Шишимад Бхатти Виданха, Шиланарайна Касвами Махараджа. Мои жрадха пушпан жили тысячу и тысячу раз в Володя Сынстапа. И также всем собравшимся, Триданди, Ганна, Всем Саньяси, Маидна Таватранамы. И всем собравшимся, Вашнавам и Вашнавих, гостям, присутствующим. Сегодня очень благоприятный день, и вы имеете золотую возможность слушать о славе Вчарупа Гасвами. В Шимад Бхагаваттам имеется шлока, которая повествует. Шилашук Адев Гасвами объясняет. Бхагаваттам, которая открывает, раскрывает прославление в Вашнавах, говорит о Вашнавах, вы должны взять ее очень глубоко в сердце. Даже если те, кто родятся в образе полубоков, они не смогут по-настоящему прикоснуться к славе Вчарупа Гасвами, они настолько удачливы. Если вы отправитесь на Сатья-Логу, где находится Брахма, он недостаточно удачливый, чтобы слушать прославление величайшей личности Ширу Бхагаваттам. И поэтому Шибрахма молится, родится камнем во Вражье. Если вы пойдете в Кайлаш, где Шива же находится, который находится во Вражье, в форме Габешвара Махадева, но он не настолько удачлив, чтобы слушать славу Аширупа Гасвами. Если мы отправимся на Вайкутку, там также нет этой харикатки, которая прославляет величайшего Вашнава. В Вайкутке вы также найдете такого вида нектарную харикатку. Если вы отправитесь в Матхури, вы также не услышите. И вы настолько удачливы, находясь во Вражье, участвовать в этом фестивале прославления Ширу Бхагаваттам. Вы настолько удачливы, что вы можете прикоснуться к его славе, в эти особые титки. Шилы Гуру Девы, Шилы Нарена Гасвами Мухараш, который положил традицию в течение многих лет он таким образом даровал бесценный подарок этому миру. Когда мы слушаем харикатку, это действительно является бесценным подарком для каждого, кто может участвовать в этом празднике. И вы также удачливы, что вы являетесь учениками Шилы Нарайна Гасвами Мухараджи, его искренними последователями. Вы такого харикатку никогда, нигде не могли бы услышать. Это особый харикаток, который происходит в Ширу Пацаната на Гаодиамоке. Вся наша Гуру Варга, Шилы Бхактинута Кур, он также выражает в этом Божине свое особое настроение. Шилы Бхактинута Кур, он тоже подтверждает, что тот, который нашел пребешок после Стоопа Шимати Радхарани, он является в действительности самым удачливым. Но тот, кто не имеет склонности к служению Лопа Шимати Радхарани, вы должны игнорировать эту личность. Наши Лопа Шилы Бхактинута Кур далее продолжает. Когда же я смогу обрести истинный приют Шестерой Бхасвами? Бхактинута Кур, Он также выражает то же самое настроение, что без милости Шарупа Госвами мы не в состоянии прикоснуться к сокровенному служению Радхи и Кришне. В конце Матхи Алилы он прославляет Шарупа Госвами. Все в нашей линии прославляют Шарупа Госвами. Ши Ши Матхи Алилы, который является первым, кто установил Матхи, одновременно с этим являясь Палияда Си Ши Матхи Алилы Харани Найна Мани Маджария, он превозглашает. Если тот, кто обретает лотосную пыль, Шарупа Госвами, он достигает совершенства. Это является конечной целью духовной практики. Шарупа Госвами, его приют, прибежище, почему постоянно упоминается. Причина заключается в том, что все, что читание Мухапрабу говорил, все читание Мухапрабу, он совершенным образом великодушен и милослив, беспричинно милослив. Он пришел в Кали-йогу, чтобы раздать Кришну прямо. Он приходит один раз в День Брахмы. Это 1004 юг, 1009 юг, и это длительное время. И только в этот период, когда заканчивается День Брахмы, приходит читание Мухапраба. И вы настолько удачливы, что вы пришли в эту Кали-югу, потому что в этой Кали-юге он особенный. Он украшен божественным снисхождением, читанием Мухапрабу. Это необычная Кали-юга. И в эту Кали-югу, эта Тханья Кали-юга очень удачливая, потому что читание Мухапрабу снизошло в материальный мир. В Сатья-югу, Двакару и Третье-югу, люди, они не имели такой благой удачи. В Сатья-югу давались духовные практики, которые были очень труднодостижимы для достижения конечной цели. Но в эту Кали-югу, в этот особенный век, и даже те, которые обладают плохими качествами, они достаточно квалифицированы для того, чтобы встать на путь преданности и сравнить Сатья-юга и Третье, и два Пара-юга. Даже полубоги, они мечтают принять рождение в материальном мире. Кали-югу, почему-то уже читание Мухапрабу пришло распространить Кришна-према. И воспевая святыми нам, у нас появляется надежда когда-то, какой-то день, обрести Кришна-према. Находясь в явлении Шеруха Госвами, совершая чистое преданное служение, обязательно вы достигнете сокровенного служения Радхи Кришны по милостившей читания Мухапрабу. Это обязательно какой-то день будет достижимо для вас. Поэтому, постоянно памятуя обеспеченной милости, которую являет Шеруха Госвами, мы должны следовать принципам Бхакти, которые писал Шеруха Госвами. В четырех Вашнавских самопрадаях, Романуджи, Мадова, Вишну, Славы, Непродития, которые являются Вашнавскими самопрадаями, но тот более удачный, кто пришел в линию Шерчитания Мухапрабу. Вот в этой шлоке Анарпита Ачарим, Чараб, Короная, Авартир Накалов, что объясняется на самом деле, глубина раскрывается того, что принес Шерчитания Мухапрабу в материальный мир. А Шеруха Госвами, тот, который реализовал сокровенное желание сердца читания Мухапрабу, и также наши Ачарии, они упоминают об этом. Если, например, вам кто-то скажет, каковы, какие вы отношения имеете с Кришной, вы скажете, нет, у нас есть отношения лишь только с Шримати Радхарани. Конечно, с Мамандакьяна отношения с Шримати Радхарани, это очень важно, но Кришна является возобранным в Шримати Радхарани, поэтому наши прямые отношения с Шримати Радхарани, в ее Божественном служении Шримати Радхарани, что косвенным образом указывает на наши вечные отношения с Кришной. И поэтому тот, кто имеет склонность к служению Шримати Радхарани, тот может обрести также служение Лотосом Шапан Кришне, служа своей возлюбленной Суамине Шримати Радхарани. Лолита Вишак, который находится на стороне Шримати Радхарани. И то, иногда, когда они находятся в особом состоянии, иногда Шримати Радхарани, ей кажется, что она является Кришной. А Кришна, он думает в этот момент, перенимая настроение Шримати Радхарани, что он является Шримати Радхарани в этом состоянии, которое очень сокровенно, когда Радхар Кришна встречается. И то, что испытывает Шримати Радхарани, она испытывает счастье. Тогда Радхар Кришна не так же испытывает счастье. Они плачут, когда Шримати Радхар не плачет. И если выдается возможность стыдиться с Кришной наедине, но в Радхар Кришне они никогда не согласятся иметь личное самоотношение с Кришной. Они действительно желают лишь только, чтобы Радхар и Кришна были счастливы в этом, высота их бескорыстного, совершенного бескорыстного служения. Кришна, он размышляя иногда над поведением Шримати Радхарани, думает, что же такого во мне скрытого, а чего Шримати Радхарани испытывает тысячу раз больше наслаждения, блаженства, когда она встречается со мной, то, чего я не чувствую. Это удивительно. Если, например, лалита, которая выражает особое настроение служения Радхи, вот в этом баджане, это настроение не только близких подруг Шримати Радхарани, это также настроение Ее полиодасы, которые ради встречи Радхи и Кришны готовы пожертвовать своей жизнью тысячу-тысячу раз. И кто находится на страничьем Матерхарани, если вы, например, спросите Радхи Манжаре, или же Шилы Прагхупада, который называется Най-намани Манжаре, они ответят. Или вы, например, спросите Бхакти Прагьяна Кеша о Гаслайе Махарадже, о настроении Его служения. Еще Нарайна Гаслай Махарадж также, который является Раманом Манжаре, они ответят, что их жизнью и душой являются лотосные стопы Шримати Радхарани. И также подчеркивается, в чем заключается совершенно бескорыстное служение, служение не напрямую на Кришне, а даса дасу, оно даст служение, слуга, слуги, слуга Кришны. В этом заключено величайшее бескорыстное служение. От этого Шри Кришна, Он еще более счастлив. Если вы спросите наших Ачарев, они ответят, что мы являемся слугами не Кришны, а мы являемся слугами даса, даса, но даса. Это особое настроение, более даси Шримати Радхарани. И кажется, это настроение, это настроение, которое они испытывают в служении Радхи, они испытывают такое счастье. Когда Кришна прикасается к Шримати Радхарани, то, что испытывают Шримати Радхарани, оно увеличивается несколько раз, увеличивается в сердцах манжели, близких служанок Шримати Радхарани, которые являются тадатами, одним сердцем Шримати Радхарани. Вы знаете, эти удивительные состояния, экстатическая любви, которые проявлялся в сочетании Мухатрабу, когда принимая Индийский океан за Емуну, он прыгал в этот океан и тонул в этих волнах счастья. И когда он принимал вот эти особые состояния экстатической трансформации, когда его приводили в чувства, он говорил, «Зачем вы меня привели в чувства, обращаясь к своим преданным? Я служил Радхи и Кришне, собирал цветы в лесу для того, чтобы спести гирлянду. Почему вы помешали мне?» Таким образом, он также выражает настроение полиодасящей Матери Радхарани, которые служат ей в сокровенном настроении и любви. Эти священные писания, которые проявились в сердце Чарупа Гасвами, они не для Бабаджи Самрадая, не для Сахаджи, которые объясняют Матжарьи Пхову. Они совершенно не знают даже правила, как после нужды нужно помыть руки. И считают, что эти сокровенные знания для них доступны, и они притворяются искусственно, хотят изобразить, что они находятся на уровне Матжарьи Пховы. Каким же образом достичь Матжарьи Пхову? Бабаджи Самрид и Шарупа Гасвами очень ясно объясняют. В первой шлоке побуждение шести, то есть контроль над шести побуждениями чувств и так далее, что является неблагоприятным для развития Бабаджи. В третьей шлоке объясняется, что является благоприятным для развития Бабаджи. И так постепенно, постепенно приобретая эти знания, практикуя их, постепенно, постепенно мы разобьем трансцендентный вкус составляющего Мангам Бабти. Но пока на нашем уровне у нас еще нет трансцендентного куса распевания Святого Имени. В конце концов, в упаду Шамрид и в последний шлок Ширу Бабаджи Свами проспевляют Радакунду, Шьяна Кунду, что является конечной целью нашей духовной практики. И это громко, которое включает все для нас. Наш сам Бабаджи Абхидею Прайоджина. И поэтому вы должны зафиксировать свою конечную цель. То тогда обязательно вы достигнете Кришна цель не в этой жизни, а в следующей. Но это обязательно произойдет. И поэтому имея конечную цель, что является Прайоджиной, Шьяна Райна Газвай Макарачун объяснял, что это насколько это важно. Каждому своему ученику он даровал эти наставления. Смотреть вперед и в таком настроении жить или умереть в этом настроении. Продолжая духовную практику вы обязательно достигнете радодастием сокровенным служением рады Кришне. Я могу с вами снова и снова тысячи-тысячи раз и прошу его обеспеченной милости. Харе Кришне, что является очень важным. Шьяру Багаса написал наму Аштакам, который прославляет Харинам. Что он объясняет в этом Аштакам? Очень глубокое значение. Я дальше постараюсь объяснить более детально значение этого Баджана. Сейчас хотел бы пригласить Шриппат Нарасимха Махараджа предложить Хошпан Желе Лотоса Сапан Шарупа и Гасвами. Затем я хотела бы пригласить его, чтобы он пришел. К сожалению, у нас очень ограниченное время, поэтому, пожалуйста, заканчивайте Харикатху в течение 15 минут. Услови 閱 Креш懂 Шри Крешны Крешно Чаит Ньяeds Шри Арт страх славя Шри С Харикришна Хари Крешно 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 Харикри Харикри Раан Прежде всего, я хотел бы предложить мои данные вакханамы тысячу и тысячу раз, салатасан Сталпам, моего духовного учителя, он пришел кладо промаханку, джигачарь и варьяш, дарашаташиша мадбатышчен, район, гасну и махарач. Все наши гуру варги, собравшимся с саньяси, всем вачнавам и вачнаве, мои данные вакханамы. Сегодня, как мы уже слышим от разных саньяси наших уважаемых вачнавов, которые подчеркивают благоприятие в этот особый день, особенный титхи, которые являются днем уходом Шарупа Госвами. В течение многих лет торжественно мы праздновали всегда эти особые титхи. Я с того самого момента, когда в 1986 году, когда храм Шарупа Санатана был построен, с этого момента, этот удивительный праздник, в течение трех дней отмечается в Шарупа Санатаном Гаудиамархе. Шарупа Госвами, он обрел особую милость читания Махапрабху и проявил настроение читания Махапрабху, которые вложил в сердце Шарупа Госвами. В Кришна Лиле, во Вриндаване, Рупа Манжари, это Рупа Госвами. В Лилах читания Махапрабху, кто такой Рупа Манжари? Кришна принимает Божественную форму читания Махапрабху для того, чтобы реализовать Сварупа Лакшинам, причину, по которой Кришна решил снисойти материальный мир в Божественную форму сочетания Махапрабху. Продолжение следует... И также он определяет, что такое является чистая преданность. Он написал определение «Отама Бхакти» в Бхакти Расаде Хасимове. Это самая высочайшая стадия Бхакти. И все вайшнавы, они следуют учению этой шлотки, которую написал Широп Абхасвами, которая является определением, что такое Шудабхакти. И нет ничего, что могло бы сравниться с этим определением. Шудабхакти. Первые два листочка, которые появляются на росточке Бхакти, это Клешагни и Шубада. То есть то, что приходит все благоприятное, все преданное. А Клешагни – это разрушение все неблагоприятного, что находится в сердце. Апаратки, анархи, свару-брама, сатриш, нахридай-дурбалая. Все постепенно разрушается. Это происходит на уровне Саддана Бхакти. Широп Абхасвами, Бхакти Расамрити, объясняет это в шлотке. Когда наше сердце все еще находится, еще недостаточно не имеет параматрии в Широпхе, мы еще не в состоянии прикоснуться к глубине Священных Писаний. Поэтому как-то наше сердце, оно очень грязное, что является большим препятствием, осложнением для того, чтобы проникнуть. Поэтому все эти Клешагни, они постепенно разрушаются. Затем, что такое Шубада? Второй листочек Бхакти, который появляется на уровне Саддана Бхакти. Галука Атхама здесь объясняется счастье, которое можно испытывать в сухом материальном мире с помощью материальных чувств, исполняя материальные желания, таким образом удовлетворяя материальные чувства, имеется материальное сухо, материальное счастье. Но это счастье материальном мире, оно временное и приходящее. И даже счастье, которое доступно на райских планетах, есть практика, которая ведет на райские планеты, можно обрететь это счастье. И также то, что счастье, которое можно испытывать на планетах Вайконхе. Например, если царь всей Вселенной. Умем очень много стран в этом мире. Но есть император, для примера, который правит всеми государствами. Он является самым высочайшим. И поэтому его правила, они не подвергаются никаким изменениям. Все происходит согласно правилам и прописаниям, которые устанавливает император. И все самое благоприятное начинает приходить в этот мир, которым правит очень благочестивый император. И это наслаждение, счастье, которое император испытывает, от того, что он дарует своим подданным, это такого вида для счастья. Оно, как бы, не перед теми, кто рождается на райских планетах. И то, что испытывает, например, этот царь в этом мире, в тысячу раз это счастье превышает того, кто достигает Брама Суха, который попадает на Сатья Локу. А тот, кто попадает на Вайконху, он испытывает больше и больше счастья. Если сравнить его с материальным счастьем Лебрама Сухой, или же те, которые обретают счастье, находясь на Вайконху-Локах. И все. И даже мы знаем, что эти, кто находится на райской планете, сами полубоги, они мечтают родиться на материальном плане. Почему? Почему? Потому что счастье, оно существует до тех пор, пока достаточно Сукрети. Но когда Сукрети заканчивается, тот, кто испытывает счастье на райской планете, он опять падает в материальный мир. Но Кришна Прима — это особое состояние блаженства, служения Господу, которое никогда не утращивается. В этом материальном мире, в этом материальном мире, который является самсарой, колесом рождения, бесконечным колесом рождения. Но даже тот, кто родился в материальном мире, если он практикует духовный процесс для свяжения Кришна Примы, это является самым высочайшим. И это счастье, которое преданно испытывает, оно во много раз превосходит счастье Брама, Сукха и так далее, если сравните. И это достижимо в материальном мире. Настолько те, кто очень удачлив, они освобождаются и достигают головки Бриндавана, своего вечной обители, в служении Рафа и Кришна. И это достижимо здесь, в материальном мире, с помощью заданной. Мадасута, он достиг Брамасуты, а в конце концов, в конце своей жизни, он пришел во Бриндавана. И он был неудовлетворен. Почему? Потому что имеется нечто того, что достигается с помощью факты, является вечным. Есть, для примера, материальное наслаждение, есть Брама, Сукха, который достижим на райских планетах, есть счастье, которое достижимо на Вайкунхе. Но есть нечто более возвышенное, которое достижимо лишь только лишь таким образом. И когда она достигается, то тогда она никогда не претерпевает изменения. Она имеет тенденцию увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Шируха Госвами объясняет, что такое Клиш Агни и Шубада. И поэтому, совершая практику преданного служения, Клиш Агни приходит. Мы освобождаемся от всего того, что является неблагоприятным для развития Бхакти. Желание материальных благ, и также Арха, Кама, Мукша. Это все разрушается. И затем Шубада, все благоприятное, приходит уже из преданного. Шируха Госвами очень детально объясняет именно о этих двух листах Бхакти, которые появляются на Роске Бхакти, на уровне Садана Бхакти. Когда все наши греховные реакции разрушатся, и все неблагоприятное покидит наше сердце, мы сможем обрести параматрик Шракху, лотосные стопы Харипуру и Вашнава. И также непоколебуемую веру в Священное Писание. И вот в пределах 14 планетных систем, если вы будете находиться, вы будете постоянно подниматься и падать, постоянно подниматься и падать, снова и снова, из рождения в рождение. Но Читане Муха Прабу, он пришел даровать то наслаждение, то блаженство, служение Господу, которое недостижимо нигде с помощью Святого Имени. И поэтому по благословению Духовного Учителя и Вашнава, мы в состоянии прикоснуться к этим трансцендентным таинствам, которые Шерупа Госвами принес для нас. И поэтому мы молим о Его милости, чтобы Он пролил нас капельку милости, чтобы мы смогли действительно стерилизовать славу Шерупа Госвами то, что Он принес в этот мир. И так, что он принес в этот мир, что он принес в этот мир, Я извиняюсь, не было перевода. А сейчас Курчиплат Примеча Прабу продолжит сладостное прославление Ширупа Касваны в особой Титхе День Еву Вирахама Ходсана во время давания в Ширупа Санатану Гомоди Матхи. Шри Я Твои Тагарадан Сливасади Дородана Кришна, 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 Кришна. Из грудного своего сердца я молюсь лотосным стопам моего духовного учителя. И дядя ее правительством Лишну Падачка Тараши Дашишипат. Предлагаю ему свои дандават пранамы тысяч и тысячи раз у лотосным стопам. И также моему шибшему гору Олешну Падачка Примеклян. С сегодняшнего утра мы продолжаем слушать прославление. Мы являемся Гаудия Вайшнавами, и мы должны гордиться этим. Мы являемся Гаудия Рупа Нука Вайшнавами, что является скрытым и сокровенным в нашей Гуру Парамфаре. Это Ширупа Гасвами, который в горе Лили, а в Кришной Лилии являются Рупа Маджаре. Бхакти Расамрита Синдху объясняется, Рагатмикабхти. И Рагатмикабхти основаны на Раганукабхти. В сердцах Браджабхти имеются четыре вида Расы. В Ваврааджи, Афри-Сакхи, Вацаля и Мадуря Расы. Преданные Афри-Расы, Афри-Сакхи, Афри-Расы и Мадуря Расы. И те преданные, которых Рага, изначально присутствует в сердце, с самого рождения, И они являются рогатниками преданными, которые изначально имеют рагу, изначальное спонтанное любовное влечение к Кришне. Они являются рогатниками праджабаси. А тот, кто следует поступам рогатников и желает обрести такую же рагу в своем сердце, они являются рогоноги. Раг означает, раг это ничем не сравнимая любовная привязанность к Кришне. А нуга это тот, кто следует по поступам того, кто имеет рагу, рогатник, являются рогоногой. И также, одновременно с этим, рогатники, рогонога, они различаются на Камануга, то есть Талапава и Чамани. И это настроение, настроение служанок, служанок Шамати Адхарани. А сам Бог, это те, которые имеют непосредственное отношение, как наики. Они встречаются с Кришной напрямую. А Талапава Дарши, они относятся к Палиадасе. Манжари, они также являются подругами Шамати Адхарани, но их служение основано на совершенно безусловном, спонтанном влечении, фокусным стопам Шамати Адхарани. И также имеются различные виды, те, которые склонны к служению Шамати Адхарани, те, которые склонны к служению Кришне, которые имеют нейтральные отношения и так далее. И те преданные, которые преобладают в своем настроении служения Шамати Адхарани, они являются Манжари. И также, в свою очередь, они разделяются на пять категории. То есть подруги Шамати Адхарани и Манжари вместе, они разделяются на пять категории. Это Нитя Асаки, Прия Асаки, Прия Нарма Асаки и так далее. Вы знаете, Шамати Адхарани, она испытывает счастье, когда они встречаются с Кришной. И также ее близкие подруги Найки, которые также имеют непосредственное отношение с Кришной, они испытывают счастье. Но в Манжари они испытывают намного больше счастья в служении Шамати Адхарани. А те, которые, и также они подразделяются на много-много категории. Каждая из этих категорий Манжари испытывает разнообразное состояние любви, которое основано на служении Шамати Адхарани. Ши Кришна, когда закончил Пракатлилу в материальном мире, вернувшись на Голоку Вриндавана, видя состояние Шамати Адхарани, которое испытывает намного больше блаженства, счастья, служения Кришны, Кришна недоумевала, потому что он не в состоянии был постигнуть любовь, которая находится в сердце Ши Матери Адхарани. И Ши Матери Адхарани она могла понять и реализовать, она могла чувствовать то счастье, которое она испытывает. Но Кришна был не в состоянии понять настроение святой Ши Матери Адхарани. А Манжари, которая служит от Ши Матери Адхарани, и все делает совершенным образом, для того, чтобы Радха с Кришной встретились, они испытывают еще больше блаженства. В этом особенность Манжари Адхарани, такого вида совершенное, безусловное предание в служении, Лотос Настопом Ши Матери Адхарани дарует на высшее блаженство, счастье в сердцах Палия Даси Ши Матери Адхарани, что является побочным эффектом их совершенно бескорыстного служения, без всякого желания и мечток взамен. Но таким образом из сердца Ши Матери Адхарани приходят эти чувства, которые тысячу раз увеличиваются в сердцах Манжари. И поэтому то, что они испытывают, не может испытать ни Кришна, и этого не может испытать Ши Матери Адхарани. И вы не думаете, что Рупа Манжари, Рупа Гослами, он не чувствовал никакой реализации. Это все было проявлено читанием Махадбу. На самом деле нет, так не думайте. Как оно Манаджи, он также имел определенное могущество. Это точно так же, как Манжари, в качестве таких, как Ши Рупа Манжари, которая является нитью ситфы, она является проявлением Божественного Тела Ши Матери Адхарани. И поэтому Ши Рупа Гослами, он имел все эти особые настроения. Но он был как бы инициирован через читание Махапрабху при встрече в Праяге, когда произошло. Читание Махапрабху как бы дал инициацию. Он как бы открыл все эти особые настроения, которые были присущи сердцу Ши Рупы Гослами. Потому что Кришна Лилия Тасамарупа Манжари. Точно так как без милости Ши Кришны мы не можем обрести истинного духовного учителя. А когда мы приходим к истинному духовному учителю, что он делает? Он пробуждает нашу атму к жизни. Он дает ей духовное рождение. Точно так же Ши Рупа Гослами очень свободно, широко объясняет, прославляет служение Палиадаси Ши Матери Адхарани. Пока у нас нет реализации. Каким образом? Как читание Махапрабху он был удивлен? Как Ши Рупа Гослами очень легко мог адаптировать и совершенным образом внять все настроения сердца в читании Махапрабху? Почему это говорится? Почему? Потому что когда мы иногда идеализируем преданное служение, делая его как бы чисто на теоретическом плане. Но читание Махапрабху он совершает лилы, подобные человеческим, как Джагадгуру, который, соответственным примером, показывает нам, как мы должны практиковать, совершать практиковку в духовной жизни. И Ши Рупа Гослами пришел. И его поведение являлось отражением желания сердца. Ши Рупа Гослами, который также своим собственным примером показывает нам практически. И поэтому дает нам возможность принять все его наставления в духовной практике и следовать им. Мы Годи. Мы не считаем, что Ши Читания Махапрабху. Мы не хотим его принимать как Зваян Бхагаван. Мы его принимаем как Джагадгуру. Он показал свою истинную форму, шат, шестерукую форму. Ши Читания Махапрабху, Кришна и Ши Рама. Он показал Сарумхопатачари. Но одновременно с этим он никогда открыто не говорил о своем божественном происхождении. И хотя преданные его вечно спутники понимали это, но он всегда запрещал им прославлять его таким образом. То есть только Читания Махапрабху, он знал, каким образом мы можем обрести счастье в этом мире и что для нас является важным. Ши Рупа Госпами, он совершенным образом реализовал в настоянии сердце Читания Махапрабху его сокровенное желание сердца, то, что он пришел раздать в этот материальный мир. И Ши Рупа Госпами, он с помощью описания божественного снисхождения Читания Махапрабху глубоко показывает нам истинную причину снисхождения Читания Махапрабху и показывает нам истинную форму Читания Махапрабху перед мирскими людьми. А в этой шлоке, которая объясняет, что такое Ши Рупа Бахти, а не обсуждение Гена Кармадия Навритам, это является самым высочайшим определением Ши Рупа Бахти, Сварупа Бахти, к которому мы должны стремиться. И почему он написал эту шлоку? Почему? Потому что определение Бахти, которое описывалось раньше, был неопределенный недостаток. Многие пытались объяснить, что такое Ши Рупа Бахти, но не находились достаточно на определенном уровне, чтобы понять глубину того, что является Сварупа Бахти. Мы знаем на примере многих тысяч спутников Шри Кришны, которые страдали, как, например, Дропаде, или которая, когда она позвала Кришну, Кришна точно же вернулся, точно же пришел, как Ши Прохлада Махараш. Он не звал Кришну, он не звал Господа, но он явился именно там, куда указал Камса, он явился именно в то самое место для того, чтобы проявить славу честного преданного. И Ши Рупа Гаслами объясняет, что в этом стихе подчеркивает, что такое Аня Пахашинья, что является Татас Халакшином, симптомами Шуда Бахти, как Пандавы, которые являются преми-бахтами по отношению Кришны. А перед этим Амбариша Махараш, он является Шуда Бахтом, Пандавы, преми-бахтами, Дропаде, она просила Кришну, у нее была причина. Почему мы можем вот так попросить? Мы можем попросить ту личность, которая очень близка к нам. Если у нас есть любовные взаимоотношения, очень близкие, тогда мы можем попросить о помощи. Эдварди, как например, Дропаде далее. Она чувствовала определенную ситуацию, в которой она была очень несчастна. И то, что является украшением чистой преданности, в этот момент мы можем видеть. Когда мы совершаем парикраму, есть ашрам, который находится недалеко, в каком-то месте, вот на пути. И я часто слышу, который Вайшнам, который постоянно прославляет преданное служение, который цитирует, но несладком является того, что в действительности выражает истинное преданное служение, и что такое сварупа в бахте, который Ширупа Госвами дал совершенное определение. В этот особый тихий благоприятный день ухода Ширупа Госвами. Я хочу, пожалуйста, пожалуйста, чтобы он пронумил, чтобы я никогда не искал никакого недостатка в Вайшнаве, чтобы в Вайшнавах, чтобы мое сердце очистилось. И таким образом я мог, чтобы я мог прогрессировать в духовной жизни, чтобы я никогда не искал никакого недостатка в других. Если Вайшнаве будет счастлива в моем служении, то тогда все очень легко и я смогу достигнуть в жизни. Это тот, который полностью... который является величайшим ученым, пандитом и который... и который ведет всю духовную программу в матке из-за своего смирения. Сидар Махарач, он прекрасным образом прославил нашего промежатор-пабу за его. Очень хорошее качество. А сейчас Паджиопаду там прабуджи предложит свои пушпанжали в лосистополе широко госвами. Я хотел бы позвать Брамачари также из нашего матка, но, к сожалению, уже не остается много времени. И также вторичная причина. И второе, то, что будет возможно в следующий раз предоставить слово всем желающим. мы внесем список Брамачарей, которые также квалифицированы рассказывать харикатку, которые очень многому обучились в Браме Шарапрабу. завтра продолжение праздника. А послезавтра с утра до 11 и вечером будет продолжение. А Баладево-Пурнима после Монгороди будет Кертан. И затем мы будем слушать о Баладеве Прабу, об дне Баладево-Пурнима. Пожалуйста, участвуйте. Те, которые приехали из Дели, из других мест, пожалуйста, оставайтесь до конца. Слушайте, принимайте омовение в Ямуне, обязательно обретете Кришна прямо. А если вы отлетете этот нектар, то уже никогда не вернете свои дома. Здесь все совершенным образом будет устроено для вас. Прасад и так далее. Вы уже не вернете свои дома. ваще притя притя шри дурн таня душна. Гураве гаур сурд шрид адхи ка дадан вишн ай кишн бакт ай тад бакт ай нам нам и нам ван чак кал тар ка крипас и бубь и бач а патит рам ба нит го м и б Продолжение следует... 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 Ширупа Манжари – одна из выдающихся Манжари Шимати Радхарани. Мы слышали о различных видах Манжари. Есть те, которые находятся на стороне Шимати Радхарани. И Ширупа Манжари, она служит Кришна Лили Шимати Радхарани в сокровенном служении. А в городе Лили Ширупа Гаслами служит Сочетание Махапрабху. Также мы слышали о том, что из Сочетания Махапрабху не снисошел в материальный мир. Что тогда бы в Риндаван Хама в особенности Радха Кришну Натху сживала раса. Эти особые, высочайшие настроения Божественной Любви и Нептар сладчайших лил связаны с этим. Мы даже не можем вообразить это во сне. Сочетание Махапрабху снисошел и проявил это все в этом мире. Также там объясняется о том, что Сочетание Махапрабху имеется шлока. Если бы еще Рупа Гаслами, он также не пришел к Сочетанию Махапрабху, но также в Риндаван Хама, какова форма Ши Радхи Шри Кришны, какова форма Ши Читани, какая форма истинной преданности, что такое форма Ваидия Бхакти, что такое Саддана Бхакти, Бхава Бхакти, Пряма Бхакти. Мы бы никогда не смогли бы понять. Эти этапы, которые являются заключительными истинами. Эти сокровенные темы, которые объясняет Ши Рупа Гаслами. Кто-то задает вопрос, каким образом Ши Рупа Гаслами мог проявить настроение Ши Читания Махапрабху. Ши Читания Махапрабху — это сам Кришна. Но самое главное, что значение для того, чтобы прославить Ши Читания Махапрабху, для того, чтобы реализовать, показать этому материальному миру сокровища снисхождения Ши Читания Махапрабху, почему он пришел в материальный мир. И тогда врач, и все сладчайшие левы, связанные с Радой Кришной, которые являются вечными, Ши Рупа Гаслами, он был тем, который смог в действительности пропустить через сердце сокровенные знания, которые вложил в Ши Читания Махапрабху, и проявить их в материальном мире. Многие знали о том, например, в Ши Читании Махапрабху, что Ши Читания Махапрабху — это сам Кришна. И также многие другие. Ши Читания Махапрабху подтверждали это. Но он давал наставление. Он выражал свою прекрасную, удивительную сварубу, прекрасную форму. Если, например, сказать о тех, которые являются вечными спутниками Ши Читания Махапрабху, что же изумительного в том, что он мог реализовать эти сокровенные темы. Макапрабху подтверждали это. Божественную форму Ши Читания Махапрабху. Но когда он пристал перед взором Ши Рупа Госвами, и то, что он даровал в его сердце, оно несравнимо с той формой, в которой Ши Читания Махапрабху предстал перед Ши Рупой Госвами. Махапрабху подтверждает его качество. Его качество Кришны, но в Горолиле сам Кришна, он совершил совершенно уникальное, то, что сам он снизошел в форме Ши Читания Махапрабху, приняв настроение и бхавуши Матери Атхарани. В этом его особое снисхождение. Ши Читания Махапрабху, совершая случайное левое прокатлили, его, он более раскрыл настроение сердца Ши Читания Махапрабху. И также, в особенности, настроение Ши Матери Атхарани. И он даровал главную цель духовной практики, что является личным приемом. Ши Рупа Госвами объясняет, объясняет, кто такой Кришна. Кришна является Бхактавацали, который имеет особую склонность, любовные отношения к своим чистым преданным. Он очень, очень, очень благословно относится к преданным. И даже более, он является пленником их сердец, в которых живет Кришна Пряма. И даже более, он готов служить каждому преданному, кто имеет бескорыстное служение. Как, например, в Дропаде, Ши Читания Махапрабху, он не только проявляет любовь и особое состояние благословности не только к преданным, но также непреданным. Даже тем падшим, которые не имеют духовных знаний и не могут совершать практику преданного служения, которые... Мы знаем, что Кришна, Он привлечен преданными, и Он дарует им ответ, как сказать, ответ взаимодействует настолько, насколько Он обретает, то есть ту же самую пропорцию. Но Ши Читания Махапрабху, Он является тем, кто без всяких ограничений, несмотря кто квалифицирован или не квалифицирован, Кришна в форме Ши Читания Махапрабху проявляет особое великодушие и милость, которые несравнимы. И поэтому, как Ши Читания Махапрабху говорит, об этом Буаджиме, которое мы тоже хорошо знаем, если вы хотите сохранить мирские привязанности в семье и так далее, никогда не приходите в Авриндаван. Но если вы придете в Авриндаван и нечаянно попадете на Кишегат, не входите в храм Гавиндаджи. Но если вас нечаянно толкнут, и вы попадете в храм, не смотрите на прекрасное лицо Гавиндаджи, а иначе вы все потеряете. Вы станете совершенно нищими, вы все потеряете. И единственное, вы станете совершенно безумными, потому что Кришна, Он в действительности заберет у вас все материально и дарует вам духовное блаженство. Поэтому тот, кто не готов к этому, не приходите в Авриндаван, не смотрите на прекрасное лицо Гавинды. Чечетание Махапрабху это единенная форма Радхи и Кришна. Даже Кришна не в состоянии в состоянии объяснить, насколько прекрасная форма Шимати Радхарани, насколько этот сам Кришна, который желает испить настроение сердца Шимати Радхарани, тот, который желает познать ее славу, реализовать ее настроение, насладиться этими сокровенными настроениями, которые она испытывает в служении Ему, Он приходит в материальный мир. Пишечетание Махапрабху Он приносит то, что никто раньше не приносил. Это Манжарио Пхаво. Манжарио Пхаво. Очень многие, многие есть, объясняли о удивительных настроениях Ши Рупа Гослами, который выражал в своих духовных писаниях как назиданиях, как особое наставление для нас в нашей духовной жизни. Манжарио Пхаво. Ши Рупа Гослами, он раскрывает ее прекрасную божественную форму и также настроение ее сердца, которые были скрыты. Если бы Ши Рупа Гослами не пришел, как бы мы могли прикоснуться, что бы мы могли испытывать сейчас? Мы являемся Рупа Нога, Большинами, следуя по стопам Ши Рупа Гослами. И тот нектар, который Ши Рупа Гослами принес и пролил на мирских, на мирских обусловленных людей этого мира, он совершенно бесценный. Ему нельзя, это нельзя ни с чем сравнить. Поэтому должны иметь определенную гордость. Поэтому те, кто может гордиться, тот, кто действительно следует наставлениям и учениям Ши Рупа Гослами, но если тот, кто не следует наставлениям и учениям Ши Рупа Гослами, даже за тысячи жизней, за тысячи рождений, он никогда не сможет по праву назваться последовательным Рупа Гослами. И поэтому следуя всем, всем ангам, составляющим Баб, начиная со Ширатки, Садусанга, Паджина Крия, Натханеврити, Ништха, Ручия, Сакти. А вот то, что описал Ши Рупа Гослами, Баб Тирасову Митасинку, является для нас бесценным подарком, тем путем, который мы должны следовать, чтобы достичь лотосной стопы Ши Рупа Гослами, что является нашей конечной целью. Лотосной стопы Ши Рупа Маджария. Я хотел бы, пожалуйста, попросить всем следуйте наставлениям Ши Рупа Гослами практически в своей жизни. А сейчас Пуджипатра Мачандра Прабу продолжит прославление Ши Рупа Гослами. Пуджипатра Мачандра Прабу 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 Продолжение следует... 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 И он показывает, что в этот момент, когда он засмеялся, один ващнам, который проходил мимо, он хромал, имел физические недостатки. И когда он видит ширупа Госвами, который смеется, он подумал, он смеется надо мною. И в этот момент, о чем ширупа Госвами медитировал, в этот момент все исчезло. Он не мог вернуться к этой почаще лилии. И он пожаловался ширупа Госвами. Что произошло? Ширупа Госвами сказал, может быть, ты сознательно или бессознательно, ты, наверное, совершил оскорбление какому-то ващнаву. И тогда ширупа Госвами пригласил всех на фестиваль. И только один ващнав Кришна Дас не пришел. И тогда было ясно. И когда он пришел, расспросил, и тот объяснил причину, почему он обиделся. Ширупа Госвами объяснил, что он действительно здесь ничего не хотел сделать, а промельчиво поступить, оскорбить этого ващнава. То есть ширупа Госвами, он показывает нам на собственном примере, как мы должны быть осторожны в духовной жизни, как мы должны с уважением и почтением относиться к ващнавам, и как критика и оскорбление ващнавам, они могут полностью вырвать с корнем о нашей бахте. Поэтому, являясь ачарием для нас, который в своем собственном опыте показывает нас, что является очень достоверным, таким образом он дает учение, наставление для нас. Хотя он освобожденная душа, и ему не нужно было, как бы сказать, а может быть, просто ради того, чтобы показать пример, собственным примером. Это качество истинного духовного учителя. И тот высочайший нектар, который изливается из сердца ширупа Госвами, это прославление высочайшего положения нашей Матери Тарани, которая является обителью Пряма. Иногда Радха и Кришна, которые, отношения которых настолько возвышенные, божественные, которые являются значайшим нектаром. Адикави, кто является Адикави? Адикави первым Ади, кто даровал Чатуршлоку, Бхагаватам, которому сам Шри Кришна даровал эти знания, это сам Брама. Адикави — это Брама. Но на самом деле, кто является Ади? Ади, Ади. Ади — это то, что не имеет начала, то, что не имеет конца. Это тот, кто объяснил Ади, эту бесконечную расу, которой нет начала, это Враджа-расу, кто является истинным Адикави. Это сам Ширупа Госвами. Ширупа Госвами является даже более Адикави, чем Брама-джи. Ширупа Госвами даже более для нас Адикави, чем Брама-джи. Ширупа Госвами он является попугаем, в самой Шимати Атарани. А Ширупа Госвами является Ширупа Манжари. И если сравнить Шукадева Госвами и Рупа Госвами, то Ширупа Госвами является более возвышенным Адикави, чем сам Шукадева Госвами. Что говорить обратно? Это тот, кто реализовал сокровенное настроение сречитанием Махапрабху его Мана Абхиштам. В Рае Раманадо Самвад шли читания Махапрабху, когда происходил разговор между Рае Раманадо, читания Махапрабху, каким образом эта Адираса она проявлялась все больше и больше. Но самым высочайшим проявлением она проявилась тогда, когда сама Махапрабху, который являлся Рае Раманадо, а шли читания Махапрабху. Махапрабху, И в чем была особая беспричина милости сочетания Махатуху? Через сердце Щерупа и Госвами, который является самой Рупом Маджари, и это является самым возвышенным достижением того, что обрело это человечество в форме схождения Щерупа в свой материальный мир. Это величайшая удача. И из этого океана нектара раса. Щерупа Госвами даровал нам эту капельку, сладчайшую капельку нектара через свои гранки. И эта капля, нектарная капля расы, бахти расы, которая писала Щерупа Госвами, является особым вложением Щерупа Госвами в трансцендентное учение, которое принес Шри Читания Махатуху. Поэтому, снова и снова, мы молимся, воплощение Щерупа Госвами, который даровал нам особые знания, касающиеся бахти расы. И также он разделил и выделил, что является шуда бахти, сварупа бахти, что является не сварупа бахти, такие как карма, бахти, дьяна, аропа и так далее. Это также является очень большим вкладом Щерупа Госвами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стала Куренбас В этом году доправляют Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нrib소 Но там нет приятно а а а а а и и и и и и это это да очень это не это а то а 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 и а а а это а и 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 Это Кочве Бхагаван Кришна. Он является Акилла Расамрита Синдхо. Он является океаном всех рас. И Кришна, он переполнен блаженством. И также он приобретает различные формы. И также в зависимости от различных рас он проявляется в своей форме. Он является высочайшим объектом, который отвечает на все расы. В Брадже, иногда он принимает форму маленького мальчика и разыгрывает свои левые с своими пастушками и друзьями. С Чидамом, Палабатрой и другими садами. Иногда он с ними сражается, иногда играет в слышащие игры. Таким образом. Иногда, как Балуран Прабу, он также участвует в Кришне во всех расах и также в Мадуре Расе. Он отвечает взаимостям. И как является океаном, резервуаром всех рас, они полностью... Они также находятся в океане расы, в Мадуре Расе. Анастасия. И Маша Матерь Расхаране, она является высочайшей. Анастасия Матерь Расхаране. Она является обитель и упрямо. И это сам Щи Кришна, который является в Актере Самрита Мурти, воплощением того, кто имеет все расы. И из-за того, что без Чиропа Гаса, мы не могли бы реализовать, что Кришна является Батирасабритом Муртия. Тот, кто отвечает на все расы, со своими преданными. Он дарует нам. И я предлагаю бесконечное количество Дандават Пронавута, Санкт-Павловна Широпа Гаслами. Он говорит, что под Мадом Махараджи, наверное, все устали, не могут аплодировать. А сейчас он предлагает Гавинда Махараджа продолжить прославление Широпа Гаслами. Санкт-Павловна Широпа Гаслами. Дандават Пронавута Широпа Гаслами. Один из ролей Санкт-Павловны Широпа Гаслroid в США. Это очень длинная часть. Это почему некоторые вещи технические действия происходят. Это только для того, чтобы я сидеть здесь? Да, все. Далее Шила Махарадж продолжает прославление. Он предлагает свои пушпанжели и через киртан. Вы можете слышать здесь. Также есть трансляция. Радаканти, Радаканти. Радаканти. И по милости Широпа Гослами, которая является непроизводимой. И его милость, она настолько могущественна. Где он описывает Бхатти Расамрида Сентру. В читании чиритам летний Кришнатарского Раса Гослами, Широпа Гослами, описывает то, что вложил в читание Махарабо. Это Кришна Таттва, Радак Таттва, Джива Таттва и так далее. И в этой шлоке читания чиритам летний Кришнатарского Раса Гослами, объясняется. Первое, Брахмаджи, который является очень подходящим для того, чтобы принять наставления самого Широпа Кавана. И с одной стороны, что такое Раса Таттва, Широпа Кришна Таттва, Радак Таттва, что такое Бхатти Таттва? Все эти возвышенные темы, для чего нужна особая милость, для того, чтобы прикоснуться к этим темам, которые находятся позади материального, за пределами. Они трансцендентны. И поэтому то, что мы читаем, то, что мы видим с помощью материального класса, и то, что мы думаем на уровне материального сознания, что такое Кришна Таттва, что такое заключительные Таттва. Но с помощью этого мы не можем, в действительности, реализовать эти заключительные истины. Это то, что вложил Широпа Каваслами, Бахти Раса Таттва, и также других грантов, таких как Вегат Хамадова, Лалита Хамадова, которые устанавливают, что такое Раса Таттва, и также Истава Мала, и также объясняют, что такое Раса Таттва, что является очень важным. Прежде, когда читали Махапрабу, почему он дал имя Рупа в Ширупе Манджаре, в Ширупа Магаслами. Есть Сварупа и имеется Рупа. Что такое? Какая разница между Рупой и Сварупой? Тот, кто имеет определенную природу, Божественную природу, он пришел как Сварупа Дамагар. А тот, который является изотворенной формой Рупы, Ширчитане Махапрабу, является Рупа Каваслами. Он является проявлением Рупы, Ширчитане Махапрабу, его Божественной формы. И он объяснил очень многое касающееся Раса Таттвы, очень много тем. Он был также одним из тех, которые выразили про Сахариное настроение и сердечное читание Махапрабу, и поэтому его зовут Рупа. Первое. Он даровал знания через отречение, через Вайрабью, которое является неприемлемым условием. И также тот, кто очень подходящий для того, чтобы проповедовать и практиковать Бахти Расу. Никто раньше, в предыдущей Ачаре, ничего не объясняли о Бахти Расе. Они говорили о Бахте, но никто не мог коснуться тем, связанных с Бахти Расой. Что такое Бахти Раса? Ши Рупа Госвами установил принцип Бахти Расы в этом мире. И через его божественные деяния Бахти Раса она проявилась. И по этой причине его называют Рупой. И также он один из тех, из-за того, что он является олицетворением Премы, также он тот, кто даровал эту прему, путь, затяжение прежней премы. И также он прославляет величайшую славу Маданаки Махапавы. По этой причине его также зовут Рупа. И через призму наставлений Ши Читани Махапрабу он тоже даровал Випраламху Пхаву, эту удивительную расу, которая является одной из составляющих Прем, Випраламха. По этой причине его зовут Рупа. И то, что Ши Кадева Госвами, и то, что он не был в состоянии писать Ши Мад Бхагаватан, Ши Рупа Госвами, он также проявил эти знания. Ши Рупа Госвами, он не объяснил, что очень глубоко, что такое разлука, что такое Випраламху Пхава. Но Ши Рупа Госвами уделил большое внимание этому удивительному, этому тему, и он объяснил, что такое разлука. Удава Сандеш объясняет вот это настроение разлуки, разлуки, которые по милости Ши Бхагавана, оно проявилось в сердце Ши Рупа Госвами, и он превозглашает Випраламху Пхаву как самую возвышенную составляющую Премы. И то, что он обрел сокровенные знания, они тоже обрели свою трансцендентную форму. И это также относится к имени Ши Рупа Госвами, к его Рупе. И также он установил Вакти Раса Ситханто, и он проявил ее в этом мире. И по этой причине также его зовут Рупа. Ши Бхагаван даровал это удивительное имя Ши Рупа. И вы должны считать, почему это имя Ши Рупа настолько прославлено и возвышено, что он имеет большое значение, относящиеся к Према Расе, Бахте Расе, Вайраге Расе, Дипралампа Расе. Все эти различные расы, они проявили сердце Ши Рупа Госвами. По этой причине его зовут Рупа. И поэтому тот, кто имеет, насколько он имеет Прем, настолько он может проявить ее. И это зависит от квалификации, от того, сколько вы имеете в сердце. Ши Рупа Госвами имел бездонный океан прямо в своем сердце. И он проявил его в различных учениях, связанных. И он проявил его до сих пор. Объясняет. Что, как бьяна, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 А там эти темы, которые не касаются высочайшей любви и Матери в Коране, поэтому это не может быть истинной татрой. Поэтому желание вечного служения Лотос Настапану в Матери в Коране является нашей конечной целью. А сейчас Пуджи Патмодом Махарыч обращается к Пуджаре, чтобы он подготовился к Гурарате. По милости Гуру и Вайшнавов в этом собрании, под разными углами зрениями, мы слушали прославление Щеропа Госвами наилучшим образом. Завтра мы продолжим.